Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, пятничный вечер в прямом эфире программа «Спортклуб» в студии. Как всегда, Степан Посельский и Дарья Анкехова. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. У нас в Якутске, вообще в Якутии, в самом разгаре легкоатлетический сезон. И на прошлой неделе у нас в Якутске состоялся чемпионат нашей столицы. Ну а завтра и послезавтра мы приглашаем вас на стадион Туймада. Пройдет чемпионат республики. А также всероссийские соревнования по легкой атлетике в памяти олимпийской чемпионки Марии Пенигиной. Это все будет завтра. Ну а у нас есть сюжет о том, как же прошел чемпионат города Якутска по легкой атлетике. Давайте посмотрим. Бороться за заветные путевки в Якутск съехалось порядка ста спортсменов из различных районов республики. Выявление самых быстрых и ловких проходило в пяти дистанциях среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. Атлеты в этот день работали прежде всего на команду, ведь борьба на этом соревновании шла не за именные путевки, а за слоты для сборной. В финальном этапе «Спартакяда» у нас отбирается 16 спортсменов по двух соревнованиях. Кто по лучшим результатам войдет в 16 лучших, они завоюют путевки для команды. Две очень важные победы в актив команды-хозяйки грядущей «Спартакяды» внесла Сардана Трофимова. Именитая представительница Верхневилюйского района на дистанции 3000 метров финишировала первой, оставив ближайшую преследовательницу на 42 секунды. В забеге на 5 километров Сардана также праздновала победу, пробежав дистанцию за 16 минут и 30 секунд, что является ее личным рекордом. Я давно дорожку не бежала, это уже три года прошло. Я специализируюсь на марафон, я это 42 километра. И вот сегодня, вчера стартовала. Главная задача, это, конечно, защитить честь родного Улуса. Мне интересно, как я пробегу там. Полный список команд-участниц финала национальной «Спартакяды» игры «Манчары» по легкой атлетике станет известен по итогам республиканского чемпионата, который состоится на стадионе Туймада уже в эти выходные. Замечательный сюжет, но мы немножечко ознакомились с результатами чемпионата города. И у нас сегодня в студии гости, которые знают о легкой атлетике, ну, наверное, практически все. Давайте познакомимся. Ближе к нам сидит Иннокентий Иннокентиевич Птицын, спортивный журналист, обозреватель легкой атлетики республики. Здравствуйте. И далее сидит Роман Алексеев, он является многократным чемпионом республики по легкой атлетике. Добрый вечер. Да, на самых различных дистанциях Романа надо представить как действующего рекордсмена в двух очень сложных дистанциях. Это 600 и 1000 метров. Правильно, Роман? Да. Добрый вечер, дорогие друзья, наши гости. Скажите, пожалуйста, Иннокентий Иннокентиевич, вы уже очень давно следите за легкоатлетической жизнью нашей республики, знаете о спортсменах все и, может, даже больше. Скажите, пожалуйста, вот чемпионат города Якутска, насколько успешно он прошел, сколько участников было, ну и какие секунды показали наши спортсмены, насколько высокие показатели были. Ну, чемпионат республики по сравнению с предыдущими годами очень хорошо, ну, участников было очень много. 250 с лишним участников было. Ну, это, наверное, можно объяснить тем, что это был отбор на игры Мончары. Это дыхание спартакиада Мончары, вот поэтому пришли даже из северных улусов, Булунского, Оленевского, Среднеколымского, оспаривать путевку. И чемпионат украсили, вот, участие двух чемпионов, действующих в России, ну, это, как сейчас показали Сардана Трофимова в классическом марафоне и чемпионка России на дистанции 100 километров, мастер спорта международного класса Наталья Сотникова. И вот такие высококлассные спортсмены участвовали в простом первенстве города, чемпионате города Якутска. Да, настоящее украшение, да, это соревнование? Настоящее украшение. Ну, и больших сенсаций и рекордов не было, и это понятно, потому что перед стартом никто выкладываться и свои секреты показывать не собирался там. Просто получить путевку, войти в число 16 лучей по итогам двух. Вот чемпионата города Якутска и вот завтра, послезавтра чемпионата республики. Поэтому мы только констатировали факты, вот этот победил, вот этот вошел, вот этот не вошел. Ну, а Роман? Роман, ну ты у нас прям вроде бы молодой еще совершенно, да, но у тебя очень много уже достижений в твоей копилке. Ты являешься еще раз действующим рекордсменом на тысячу метров и на 600 метров, да? И экс-рекордсменом на 800 метров, да? Ну и... Вот как вообще, как легкая атлетика стала именно твоим любимым видом спорта? Как ты туда попал? Также ты являешься сейчас тренером. Вот расскажи немножко о себе. Да, ну школу я окончил в Черопче, спортивную школу имени Коркина. Туда отправили родители. Там тренировался под руководством Нахтунского Гаврила Федоровича. Ну и там началось с пятого класса, начал заниматься бегом. Ну совсем с такого возраста, да, с пяти лет уже начал. Да, нет, с пятого класса. То есть с пятого класса, да. И вот когда у тебя был первый твой рекорд, ты помнишь? Ну рекорд был в 2007 году. Это по юношам на 1500 метров в городе Владивостоке установил рекорд. И все, как школу окончил. Поехал в Москву, там тренировался под руководством Ипишина Сергея Дмитриевича. Ну и там установил рекорды на 800 метров и на 1500. Ну это экс-рекорд считается как бы. А кто, кстати, полторы тысячи развил твой рекорд? Кузьма Татаринов. Кузьма Татаринов, да. То есть это его рекорд был, но второй результат мой позже него. Затем ты вернулся обратно в нашу республику и сейчас ты очень хорошо работаешь именно тренером. Где ты сейчас занимаешься с ребятишками и каковы успехи именно твоей тренерской деятельности? Ну по приезду в Якутию и обратно я закончил институт физической культуры в Чарапче. По окончанию съездил в армию. Везде успел, да, Роман? Да, потом... Вот что значит легкоатлет. Потом в данное время работаю в республиканской специализированной ДСШ в селе Намце. Там работаю тренером с 15-го года. А сколько ребят у вас в этой школе, в специализированной школе? Ну в моей группе 57 детей тренируются. И каковы успехи? Есть ли у тебя уже примерно, ну возможно какие-то воспитанники, которые прям в будущем ты видишь из них именно спортсменов-легкоатлета? Да, есть такие. Трофимов Евгений, например, он занял, ну два раза в трое место занял на республике. Ну вот самое большое достижение. Неплохие показатели, да? А вот, Иннокентий Иннокентиевич, вот у нас вырастают новые кадры, новые тренера, новые будущие чемпионы, скажем так, да? А скажите, пожалуйста, вот что с нашими действующими большими спортсменами в легкой атлетике, да? У нас их достаточно много для нашей республики, да? Даже есть олимпийский призер. Вот скажите, пожалуйста, расскажите, как дела у нас в большом спорте? Ага. Ну, боленщикам, наверное, будет любопытно, где сейчас Колодко, у нас олимпийский призер. Да, Евгения наша, да. Ну она стала матерью и сейчас вот за ребенком сидит. Ага. Аржакова, финалистка Лондонской Олимпиады. Ну, она была, ну, дисквалифицирована из-за топинга, да? Его срок давно уже прошел. В прошлом году она почти завоевала путевку на Бразилию, на Олимпийскую игру. Ну, вот этим скандалом в связи с Федерацией легкой атлетики. Целая сборная, да, не поехала. Максим Афонин, также потолкание ядра, воспитанник Николая Колодко, также получил путевку, как Сардана Трофимова. То есть в прошлом году у нас как минимум два человека должны были принять, еще и Сардана Трофимова, три человека, да, должны были принять участие. Да, вы удивитесь, наверное, я скажу, у нас вот со времен Лондонской Олимпиады видом номер один является легкая атлетика. В Лондоне вот серебряная медаль Колодко, и в финале бежала Аржакова. Да, 800 метров. Ага, а потом у нас в прошлом году за путевкой боролись петли катлетов, это реальные кандидаты были. Из них трое завоевали почти, путевкой и вот. Из-за скандала. Да, действительно, в прошлом году мы могли иметь действительно трех, минимум трех, да, тогда, легкоатлетов на играх в Рио. Максим Афонин, Сардана Трофимова и Аржакова. И Аржакова. Ну а то, по вашему мнению, какова их... Еще и он тема боролась, но она третье место заняла. Ну вот, наверное, многих телезрителей сейчас интересует, но не получилось, да, возможно, это, конечно, это огромное огорчение для любителей легкой атлетики, да вообще для республики в целом. А какова их дальнейшая судьба, что нас ждет, вот именно любителей и вот фанатов этого вида спорта, каковы их ближайшие планы, возможно, и где, за кого поболеть? Главные старты когда у нас? Ну, главный старт вот для наших лидеров, это, конечно, Олимпийские игры в Токио через четыре года. И вот это все они будут продолжать, они молодые, и Афонин, и Сардана, и Аржакова, и вот Леонтьева стала зимой чемпионкой России. Да, в помещении, да? В помещении чемпионка России. В помещении. Но это одно и то же, все равно чемпионка России. Да, зимний чемпионат России. А вот скажите, пожалуйста, вот действительно последние успехи наших спортсменов, можете рассказать чуть-чуть? Ну, вот в этом году, да, вот воспитанники, наши замечательные тренеры, заслуженные тренеры Республики Петра Александровича Нечаева, Диана Адачика, мы его говорим, вот если легкая атлетика королева спорта, так она у нас принцесса нашей легкой атлетики. Она четыре раза была победительницей первенства России среди девушек, а вот в этом году, впервые участвуя в юниорском возрасте, она стала также чемпионкой России среди юниоров по прыжкам в длину. Ну, да, будем держать кулаки, чтобы Диана и дальше показывала такие большие действительные достижения, большие успехи. И она не одна, у Петра Александровича еще есть молодая, молодой парень Лаврентьев Данил, он также в этом году впервые в своей спортивной карьере стал победителем первенства России среди младших юношей, да, 60 метров. То есть поколение, будущее поколение именно, возможно, олимпийских призеров у нас в Республике, у нас есть на кого надеяться. А вот, Роман, скажи, твои ближайшие планы каковы? Ну, ближайшие планы, это, конечно, игры Мончары, но и в следующем году это... Побежусь на 10 километров. Да, побегу на 10 километров. И в следующем году будут соревнования в Омге тоже, такие небольшие. Спортивные игры. Да, спортивные игры народов Республики, да. Роман, вот один вопрос возник тебе. Три качества легкоатлета? Быстренько, у нас время. Быстренько, да, три качества. Ну, это режим, конечно. Режим? Да, да, режим. Ну, и тренироваться надо хорошо, конечно. Трудолюбие. Трудолюбие. Это я знаю, да. Легкая атлетика действительно очень сложный вид спорта, и не каждый его выдержит. Я благодарю наших гостей за то, что пришли к нам. Иннокентий Иннокентьевич, я знаю, что вы действительно болеете и любите этот вид спорта. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, и мы с вами увидимся, дорогие телезрители, ровно через три минуты, сразу после рекламы. Никуда не уходить. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И во втором блоке нашей программы мы поговорим сегодня о фитнесе нового поколения. Степа, знаешь, что это? Нет, к сожалению, но я знаю просто, кто у нас в гостях, поэтому я, наверное, догадаюсь. Давайте познакомимся с нашими гостями. И, наверное, многие сразу же догадались, увидев в летний знойный день у нас лыжные палки, да, кто у нас в гостях, потому что у нас сегодня в гостях люди, которые занимаются скандинавской ходьбой. Давайте знакомиться. Ближе к нам сидит Матвей Иванович Лыткин, сороководитель клуба любителей скандинавской ходьбы «Симул», кандидат педагогических наук. Далее у нас сидит Дарья Афанасьевна Кононова, любитель скандинавской ходьбы. И Владимир Ильич Иванов, инструктор клуба скандинавской ходьбы «Симул». Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос, конечно, к Матвей Ивановичу. Как давно появилась скандинавская ходьба в нашей республике, а конкретно в нашем городе? Мы уже очень много говорили о происхождении, о том, что скандинавская ходьба действительно как название в скандинавских странах. И сегодня мы пришли именно открыть свои секреты, как инструктор Владимир Ильич, как тоже я любитель ходьбы, и как организатор. Тоже хотел поделиться с жителями республики, которые в отдаленных селах, техникой ходьбы, и что можно добавить. Матвей Иванович, я вот прежде всего хотел бы все-таки заметить, что это действительно настоящий феномен у нас в республике. И вот в последние годы постоянно замечаю везде, где бывают люди. Это стало не только популярно, это еще и модно заниматься скандинавской ходьбой. Я много читал Дмитрия Петровича Коркина, да, вот полюбили наши жители борьбу в свое время. И она распространилась быстро и до сих пор не угасает эта любовь в вольной борьбе, например, да. И вот я вот сравнил бы с этим вот скандинавскую ходьбу. Все ходят, везде ходят, потому что он доступный, потому что он простой, потому что он очень полезный. Самое главное. Да, вот это очень интересный феномен, действительно, и я думаю, что оно будет продолжать еще расти, расти, расти. Ну тогда вот к Дарье, пожалуйста, вопрос. Дарья Айфанасьевна, вы как пришли к скандинавскому ходьбу? У вас очень интересная история. Значит, я пришла, услышала по радиорекламу, и пришла Триумф по рекламе. И, в общем, я зашла, и там народа очень много было. Это, значит, начало занятий было, да, первые занятия были. И там впервые я увидела Матвея Ивановича, и он там как раз лекцию читал, и показывал нам эти, как нужно держать палки, да, и вообще технику ходьбы показывал. И с этого дня, и мы до сих пор занимаемся уже в четвертый год. За четыре года? Хочется отметить, что вы занимаетесь не одна, а вы также и своего супруга влюбили, да, приобщили. Да, потому что я вот начала заниматься, да, и почувствовала, что у меня идут изменения к лучшему, к оздоровлению, да. И подумала, почему я должна одна сама ходить, да. И я решила тоже, да, супруга привлечь, и мы вдвоем ходим, ходим по утрам, ходим, и в любую погоду зимой ходим по озеру, да. И когда вот летом дожди там или комары, на это не смотрим, не едем. Непогода вас вообще, да, не останавливает? Погода нас не пугает, ага. Кстати, я вот, все говорят, что там только женщина ходит, только в возрасте ходит. Я говорю, все должны вот привезти своих мужей, да. Тогда это будет войне. Нечего мужям лежать на диване, встаем вместе с женой. Владимир Ильич, вы тоже поделитесь, пожалуйста, да, вы сколько лет занимаетесь, да, и как вы пришли вот к статье скандинавских камня? Да, мы начали вон с своей женой, уже шестой год пошел, вот потом, ну, самостоятельно ходили, сперба, и потом услышал по радио, вон, начали этот, ну, тренироваться вон с скандинавской ходьбой, вот, и вот я тоже туда пошел, и как раз триумф, тоже спортивный зал. И вот Матвей Иванович встретил, и начали вон заниматься. Ну, вы являетесь инструктором, вот у меня вопрос. Возможно, для тех, кто вот, ну, мы видим часто, да, на улицах города встречаем, и вроде бы кажется, что это не настолько сложно, ну, идешь ты с палками, да идешь с палками. Как, все-таки мы видим больше не молодежи, да, вот именно, увлеченных этим, да, скандинавской ходьбой, а мы видим больше людей пожилого возраста, да, насколько это сложно? Давайте немножечко, может, сломаем стереотипы, что это очень легко, и ничего в этом сложно. Все-таки надо к этому подойти все-таки достаточно серьезно. Грамотно. Вообще, почему люди начинают, да, почему люди начинают, да, потому что, когда ходишь с палками, оно легче. Легче, чем обычная ходьба, легче, чем бег, вообще легче, чем все любые упражнения. Поэтому люди вот в возрасте, которые попробовали, и им это нравится. Я лично тоже так начинал, когда с палками пошел, уже спина легче, суставы легче и так далее. Но это не значит, что не задействованы мышцы. Мышцы все равно, например. Да, мышцы задействованы. Насколько я знаю, это совсем наоборот, потому что здесь просто задействовано больше мышц, и поэтому чуть полегче становится. Почему оздоравливает, да, ходьба? Именно вот с подключением большого количества мышц, она вот увеличивается, оздоровительный эффект. Вот поэтому эта ходьба как раз завоевывает вот такую... Мы еще к этому вернемся, да, к таким, скажем, к тонкостям, да, скандинавской ходьбы. А вот расскажите, пожалуйста, про вот ваш замечательный клуб скандинавской ходьбы «Стимул», да? Сколько человек вообще растет? Сколько лет уже этому клубу? Сколько человек состоит? Клуб, он так такой общейшимый, демократичный, да, потому что любой приходит, любой ходит, уходит. Такой клуб поинтересам, да? Да, да. И людям нравится вот так, чтобы его там не допытывает, там не начинает там докапываться, где-то он работает и так далее. Нет, такого нет, мы очень так лояльно... Это еще и общение, наверное, да? А самое главное, что людям нравится, это общение, да, когда одно дело ты сам ходишь один, а другое дело, когда ты в группе. В группе. Ну, то есть, надо сказать, что любой человек, любой горожанин, да, в любом возрасте может подойти в ваш клуб, куда надо подходить, куда обращаться. Мы существуем в парке, в парке, в парке, в парке, да, у нас специальный парк, специальный домик мы приобрели в свое время, и вот в этом домике они... И самое интересное, что, да, вот это не можно сказать, невозможно угадать, какой вид спорта, зимний или летний, обычно делится... У вас это круглогодичность. А тут круглогодичность, зимой еще лучше ходить. Зимой даже лучше, но зимой, наверное, нужно быть немножечко более, да, терпеливее, или все-таки непогода. При ходьбе все-таки холод не так ощущается, да? Ну, вообще, вот я вот сколько удивляюсь, люди, да, разные приходят, сначала все боятся там и так далее, потом начинают ходить, им так нравится, что уже и на снегу купаются. 40-50 градусов. Мы знаем, что помимо вот именно движения в нашем городе, вы активно принимаете участие в различных соревнованиях российского масштаба. Вот расскажите про ваши поездки. На самом деле мы соревноваться не любим. Это Михаил Дмитриевич Гуляев, будучи министром спорта, нам четко сказал, что если будете соревноваться, там выявится 2-3-4 лидера, и никто не будет участвовать на эти соревнования, потому что они все будут проигрывать. Поэтому наша задача, это для здоровья, основная цель задачи для здоровья, для укрепления здоровья. А в Москве это было интересное соревнование по определению лучшей техники. И наши воспитанники там занимали, сейчас они, наверное, нас смотрят по телевизору, они занимали призовые места, на что я был очень рад, потому что все-таки наша методика обучения техники, она действительно очень такая, ну, подходит к нормам, можно так сказать. То есть вы доказали, что у нас работают опытные люди и учат все грамотно и правильно. И у нас во второй части, дорогие телезрители, обязательно будет практическая часть, где наши гости обязательно показывают, как правильно нужно заниматься скандинавской ходьбой. А с какими основными проблемами обращаются к вам? Вот помимо проблем, да, с давлением, я знаю, что нормализуется, да, лишний вес для женщин, это, наверное, самый главный фактор, да? И еще с какими проблемами можно лишиться? Вообще в результате ходьбы в организме установлено, что эндорфины увеличиваются, гормоны счастья по-другому, да? Например, человек, который ходит, например, мы даем нагрузку сначала 40 минут, потом дальше час, оптимально один час человек ходит и получает вот такое ускорение обмена веществ, метаболизма. Вот это самое главное. И люди, когда доходят до этого уровня, они получают огромное удовольствие. Вот это удовольствие им дается бесплатно за то, что они работали. Поэтому все как в природе, все как по-честному. А Дарья Афанасьевна, на своем примере, вот от каких проблем избавились? Ну, вот когда я начала заниматься, да, я заметила, что у меня исчезли вот проблемы по здоровью, да? Я заметила, что у меня, значит, бронхит уходит, хронический бронхит постоянно, вот осенью и весной всегда болела, да? Потом у меня суставы, суставами проблема была. Ну, и это сосудистое, варикозное расширение. Ну, и по-моему видно, что эндорфин, счастье, у вас выработанная боли. Вот смотри, лучезарная женщина сидит, рассказывает о болячках и смеется об этом, да? Все-таки эндорфин у вас выделяется прямо за... Потому что их уже нет, да? Их нет, поэтому вот желающих много, да, но они говорят завтра, сегодня, там, когда комаров не будет, когда это вот... Весной, да, когда потеплеет, да. И поэтому вот я вот хочу, да, желаю, чтобы если желающие есть, нужно купить палки и встать и заниматься сразу же, не откладывая, да? Тогда уже будут результаты. А вот Владимир Ильич, тоже чуть-чуть поделитесь, вот, насчет здоровья, да, насчет пользы ходьбы. На своем опыте? Да. Ну, я раньше тоже страдал, вон, давлением пришел, вон, раньше, вон, молодостью работала. Очень здоровый. Да, вот, вес немножко сбросил, вон, 104 килограмма выловил. А сейчас? А сейчас, вон, держу 87-89. Больше 15 килограммов, с помощью, да, с помощью ходьбы? Да. Замечательно. И давление нормализовалось. Кстати, вот давление, я знаю, что один из таких, да, очень, ну, активно... Ну, это сердечно-сосудистые, это как раз специфика этого упражнения, она циклический вид спорта, да, она как раз помогает, улучшает деятельность сердца и сосудов, что нам требуется, да. Обязательно. Например, сегодня самое популярное заболевание какое? Это по России, если взять, да, это сердечно-сосудистые. Инсульт, инфаркт, особенно мужского населения. Поэтому вы не так активно пропагандируете, да? Потому что здесь я как-то за трезвость, я говорю, что это влияние алкоголя очень большое. Поэтому женщинам, говорю, все мужей своих вытаскивайте, потому что они, ну, не надо ждать, когда это заболеет. Поэтому это очень полезное упражнение. Ну, насколько это все полезно и сложно, мы убедимся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим с вами о скандинавской ходьбе. Ну, а самое главное о том, как правильно заниматься скандинавской ходьбой. Увидимся сразу после короткой рекламной паузы. Да, Степан? Да. Еще раз здравствуйте. С вами спортклуб и напомним, что мы сегодня вечером говорим про такой замечательный вид спорта, наверное, даже упражнений фитнеса, да, как скандинавская ходьба. И надо сказать, что у нас в республике это упражнение, эти занятия, да, очень популярны. И наши гости вот замечательно рассказывают, как к этому подойти правильно. Ну, до этого мы поговорили об общей информации, о полезности этих движений, этого вида фитнеса, как его называют, да. А теперь хотелось бы поговорить именно о практике. Ну, во-первых, что нужно для занятия скандинавской ходьбой? Самое главное, конечно же, палки. Самый главный инструмент это палки, да? Палки. Я могу выйти, да? Конечно, конечно. Ну, самое главное, палки есть, существует и профессиональная часть, да, и любительская. Ну, для начала, почему делают такие, называется вот тут механизм антишок. Когда человек начинает ходить, и каждый раз, когда он бьет об грунт, ну, любой, или асфальт, или там дорожка, вот тут суставы могут повредиться. Поэтому вот делают именно специальные пружины, называется антишок. Но когда человек уже привыкает, он может перейти на такие профессиональные палки. Дело в том, что вот эти палки делают с разными модификациями, да. Вот, например, здесь, видите, ручка, ручка вот это такая. Для чего это делается? Для того, чтобы больше групп мышц участвовало в работе. То есть от наличия одной вот этой ручки уже меняется, да? Да, уже меняется именно... Качество тренировки, да? Подключение большого количества мышц. И самое главное, люди путают высоту палки. Ну, там есть специальная формула, которой надо посчитать высоту. Ну, мы говорим попросту, да, вот от пупка плюс 5 сантиметров. У меня вот такая методика, она, наверное, уже по всей республике... Итак, значит, правильно выбрать палку нужно от пупка плюс 5 сантиметров. А для чего это делается? Чтобы рука при ходьбе была вот 45 впереди, 45 сзади. То есть это получается обычный цикл работы рук при нормальной, обычной размашистой ходьбе. И сюда мы ставим просто палки. Тогда руки не устают. А некоторые делают, например, палки очень высокие берут. Тогда рука вот только вот так работает. И самое важное, что во время ходьбы мы не забывали о технике. А для чего это делается? Что вот я хотел давно, мечтал поделиться, что во время ходьбы очень важно разделить свое тело на три части. Первая часть – это вот нижняя, голеностоп. Голеностоп, нога, вот нижняя часть. Здесь мы на что обращаем внимание? Здесь мы обращаем внимание, чтобы голеностоп очень хорошо работал. Это, оказывается, наши насосы. Они помогают циркуляции крови, помогают сердцу. Это, можно сказать, второе сердце. Если голеностоп работает, значит, мышцы ног работают. Даже придумали вот для того, чтобы это работало, специальную обувь. Об этом чуть позже. Второй этаж – это, значит, это вот средняя часть тела. Сюда что входит? Вот рука, я как будто вот здороваюсь, да, 45 градусов. И если я делаю руки, как будто вот имитацию приветствия человека на встречу, я делаю вот, одновременно делаю поворот плеча чуть-чуть вперед. И основная ошибка здесь вот – сгибает локоть. Когда сгибает локоть, нагрузка на корпус не идет. То есть количество мышц уже ограничивается. Поэтому второй этаж – это соблюдение, чтобы рука, локоть вынесли вперед. Вот это мы требуем, да. И третий этаж – это плечо и подбородок. Как только голову вниз вы упали, вы уже корпусом наклонились вперед. Тогда у вас самый главный элемент техники – это скручивание корпуса. Поэтому корпус должен быть прямой. Вот тогда у вас мышцы спины при каждом шаге должны активно включаться в работу. Как только вы чувствуете, что ваша спина тянется на каждый шаг, вот так вот, да, если у вас мышцы спины тянутся, вы считаете, что вы 90% мышц включили в работу. Вот это самое главное. Поэтому первый этаж – это голеностоп. Второй этаж – это локоть, рука. И третий этаж – это прямая спина и плечо. Скручивание корпуса, вот это вот. Это помогает очень сильно укрепить мышцы спины, которые держат позвоночник. Об этом Владимир Ильич тоже расскажет. Дело в том, что он очень интересуется методикой Бубновского. И он очень много элементов взял от Бубновского сюда. Ну, тогда приглашаем Владимира Ильича. Нашего Бубновского, он включил это в свои тренировки, и людям это очень нравится. Ну, перед тренировкой мы обязательно должны подготовить для ходьбы свой организм. Для этого надо, начинаем это, растягиваем позвоночник. Это делается упражнение. На носочке встаем, и у рука назад. Чем назад рука уйдет, тем улучшается вот кровоток верхней бортниковой зоны. И потом начинаем, подготовим этот организм, начинаем головы до конца, до пятки. И делаем 8 раз вот так. Растягиваем позвоночник, и потом растягиваем шейные мышцы, подготавливаем. Это очень опасно, и резко нельзя делать вот такие движения, вперед-назад. Но состояние покоя, оно приходит в рабочее состояние. Для чего? Для того, чтобы повысить качество, пользу тренировки. Ну, и насколько я знаю, вот самое важное для людей в возрасте, польза скандинавской ходьбы, это в том, что нет нагрузки на суставы, нет нагрузки слишком большой, на вес слишком большой. То есть, ноги не болят, в общем. Да, да, вот конкретный есть показатель, что если вы взяли в руки палки и пошли с палками ходить, нагрузка на суставы снижается на 26%, на все суставы, и в том числе позвоночник. Поэтому, да, это очень правильно. То есть, люди даже с больной спиной, ну, при хорошем, правильном, да. Я лично, да, у меня травма вот позвоночника, и как первый раз пошел ходить, сразу почувствовал облегчение вот той старой травмы, да, которая беспокоила. И это как раз, да. И это может быть и суставы, и все остальное. Тогда вот это помогает. Владимир Ильич, после того, как вы правильно подготовили себя уже к тренировке, можно уже активно... Да, активно взяться вон на ходьбу. А сколько километров в день, скажем так, да, или в неделю? Ну, начинаем. Сколько раз вы ходите? Ну, обязательно мы должны в течение часа продолжить у нас ходьбы. Ну, здесь я могу добавить, да, очень важно не останавливаться. Потому что я очень часто вижу... Посидеть, да? Посидеть, пять минут пошли, там фотографироваться. Тут, конечно, природа хорошая, да. Но эффект получается, когда вы безостановочно идете вот в течение 40 и более до часа. Аэродная нагрузка. Да, как раз аэробная. Это как раз и сжигает жир, и улучшает обмен веществ, и все остальное происходит благодаря вот этой бесперерывной работе. То есть, краткая инструкция. Вначале мы подготавливаем себя. Да, подготавливаем. Разминаем шины, суставы, позвоночник. Подготавливаем вот все остальные суставы. Прямо с помощью этих же палок. Да, 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 эти палки. Совершенно демократичные, да, все. Тазоведренный сустав, коленный сустав. Но, тут тоже ремарку, да, долго не делать. Некоторые целыми полчаса заниматься. Полчаса заниматься. Например, вот мы заметили зимой минус 40, минус 50. Идем, через 15 минут температура уже роли не играет, потому что кровь уже пошла. А у меня вот вопрос такой. У вас, как у специалиста в этом деле, да, ведь можно ходить по разным траекториям, да? Во-первых, как лучше ходить? Вот вы говорите, в парке кто-то ходит, допустим, по городу, да? Кто-то ходит по асфальту. Я видела у вас парки, определенно, это, отсыпанные опилками, да? Вот, тропа мягкая. Это мы где взяли? Вот я, дело в том, что работал в сборной России по лыжам, летний период. Для сохранения суставов они ссыпают специально для дорожки опилки. Вот оттуда мы взяли, и по опилке ходить она сохраняет. Ну, у кого болит, у кого так. И особенно, когда грязь, дождь и так далее, опилка, с ним ничего не случится. То есть это просто для удобства, да? Да, для удобства. То есть на деле это не имеет никакого, да, практически это никак не влияет, да? Ну, это только нагрузка. Это нагрузка увеличивает. То есть если хотите посильнее, да, нагрузку, то ходить по мягкому надо, да? Да, получается так. Да, а по песку поделить или по обычной. Да, да, а по твердой поверхности проще. А вот у вас обувь, да, очень интересная, просто. Ну, вот это вот как раз помощник нашему второму сердцу, да, голеностопу. Если мы каблук одели, это голеностоп не работает, кровь не циркулирует, а когда вот одели, она сама отрабатывает. Вот это очень интересная модель обуви, которую мы... Это специально для скандинавской ходьбы? Нет, это не специально для, это называется ортопедический. Но мы уже приспособили его по скандинавской ходьбе. То есть в логере ассоциируют это как скандинавские ботинки, да? Да, в Розахаре, где это нет. Ну, он помогает вот больше разорабатывать голеностоп. Наверное, многие телезрители у нас в разных улусах, да, отдаленных. Возникает вопрос, где можно приобрести это все? Доступно ли сейчас это? Ну, это сейчас в городе спортивные магазины, да. Достаточно много. Ну, а в плане информации, да, тоже. Ваш клуб, вы содействуете улусами, занимаетесь людьми, с общественниками? Ну, в свое время мы вот... Ездите по улусам. Людей за один год объездили 134 поселения. Ничего себе. И везде вызывает, везде это, ну... И всем интересно. Всем очень интересно, да, потому что они думали, что это очень такой новый вид. Действительно он такой? Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, я думаю, мы, наверное, сегодня рассказали, ну, попытались хотя бы рассказать, как нужно правильно заниматься скандинавской ходьбой. И мы призываем всех заниматься ей, потому что это реально, это доступно, а самое главное, это эффективно. И полезно, да. Да, и полезно. Но на этом мы прощаемся. Время нашего эфира подходит к концу. Увидимся на следующей неделе. До свидания. До свидания.